Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного! Номер 963, Сирахов 739. Во всех делах твоих помни о конце твоём, и вовек не согрешишь. За 5 августа 2018 года. Повторяю, Галина Загуляева. Помощь можете направить на карту Сбербанка, привязанную к номеру телефона. 7, то есть восьмёрку надо набирать. 906-968-6306. Галина Александровна Загуляева. Это моя карта. Община доверила мне собирать и хранить эти средства для роботов, где мать умерла. Расходуется средства на те или иные нужды детей по благословению батюшки отца Якима Лапкина, по совету Лапкина Игнатия Тихоновича и нашего врача Яковлева Виктора Андреевича. Для других, кто будет спрашивать номер карты, это Сбербанк 442-76-0209-4465-7334. Мир вам во Христе Иисусе! Игнатий Тихонович, как быть? Если в храме причащать всех, должен ли я есть такой хлеб и пить такое вино? Игнатий Тихонович согрешил, когда в прошлое воскресенье в храме вынесли хлеба маленькие, которые берут. И не дождавшись, пока вынесут, вина ушел. Да и как быть, если согрешил? Игнатий Тихонович, вот из храма, где покаялся и причастился. Батюшка другой стояла сбоку, и некоторые подходили, каялись в грехах, и я подошел. Покаялся и после причастился. Спаси вас, Христос! Аминь! Всем низкий поклон! Оксана Б. Из Беларуси. Здравствуйте, Игнатий Тихонович! Скажите, пожалуйста, а может ли моя мама меня сама в реке покрестить погружением? Меня в младенчестве кресили в церкви, но никто не помнит, как. Тогда родители не пускали, только крестное держало. Никто не верил в Господа Бога. Как страшно все это! И не допускали, и не верил, и... Отвечаю, только священник должен себе делать. Ну, воскресный день. События наши. Утром встаем всегда в 4.40. Тут, что можно, скотину покормили. Кто на пастбище выгоняет пораньше. Ну, и литургия была. А после собрания на улице. Рассказал слово о ревности. Такое ревность. После были занятия. До занятия еще время есть. Это в час дня. Евангелие от Луки 22 главу. Кое-кого не было. Уехали в занятиях. А потом дома. Дома тут. Что смотрели. Вчера решили посмотреть фильм еще раз. Крейсеру соната Льва Толстого. По его роману. Или роман, или как назвать. Рассказ. Так и день не прошел. Виталий Калиников перебрался в этот дом. С Саманного, где к Володе. Теперь трое. Братья вместе здесь. И с Виталием переговорили много. Что ему делать. Платят алименты. Долг 300 тысяч. Жене не заплатил. Ужас один. Вот плохо же. Людей не учат. Заранее ничего нет. Не знают. До венчания. Сошелся с ней. Там и мать не такая. Священник. Тяжело. И теперь она его не допускает. Разведенная вышла. Там за журналиста говорит. Как он. Не допускает до сына. И все такое проще. Ужасно. Это вся страна на этом сегодня. Ну и еще больше то у нас такого и не было. Мы всех просим помолиться. Что сильно наступает на нас. Желающий разрушить. Бывший лагерь постройки. Максим звать. Кто где как. Помолиться. Что Бог умягчил его сердце. Обратил. Это касается всех. Творите добро. А не зло. Там Бог усмотрит. Мы верим в это. В силу всемогущества Божией. Повернуть. Сделать. Как Богу угодно. Ну вот. На этом сегодня у нас все. Показать еще. Показать еще. Ресурсы. Это вот мой мир. Я очень люблю эту систему. Да. Вот тут. Показать мне. Один заходил. Вопросы задавал. Я ему ответил. Владимир Марков. Вот тут много он написал. Я ему ответил. Вот. Один раз. Второй раз. Вот. Считайте. Что тут написано. Второй раз. Потом третий. Посмотрю. Считал ваши книги. Четвертый. Почему он такими отрывками писал. Не знаю. Хотя. Тут можно большой текст. Это все в один можно было совместить. Я сразу говорю. Вот он выходит. Раз. Два. Три. Четыре. Вот это вот. Пятый. Шестой. Седьмой. Восьмой. Девятый. Девятый. 10-й, 11-й, по 4 строчки, по 3, 12-й, 13-й, это редко так, то ли мысль какие-то обрывочные, я так и не понял, почему по 2 строчки, 15-й, 16-й, 17-й, 18-й, 19-й. Вот самое главное, что хорошо относятся, но не понравилось, что я сказал, что евангельские христиане-баптисты – это не церковь. Ну, если церковь, да когда он ее создал? Ну, тут легко было, без всякой обиды, спокойно бы рассудил. Итак, когда они, что, в 17-м веке возникло? Христос основал ее в 1-м веке. Но все остальное – это не такие православные, не такие, ну, не такие они в церкви. Не такой Израиль был, но Бог его не отринул. А там хорошие были язычники, все, и Господь говорит, у язычников такие есть хорошие. Но смысл один и тот же. Дафан Аверон и Корея замечательные, но сошли в преисподнюю в ад за разделение. Вот и речь шла об этом. Я и ответил. Ответил. Ну, вот кто он Марков-то такой? Можно даже посмотреть, перейти в его мир. Владимир Марков, 48 лет, бритый. Ну, значит, это у него позволено, видимо, вместо картинки две собаки или кто тут носами сдвинулись. Дальше, какие у него картинки, что у него здесь есть, фотографии, тут непонятно что-то, сцена какая-то. Владимир Марков, 4 видео, кошечки тут, знакомства, веселые, повторки. Это вот его тут личные. То ли, может, сам он делал сценарии, бабищу, путешествия в страну великанов, королевские зайцы. То есть, что-то все несерьезное такое. И серьезное все это мультики. У меня нет ни одной такой, я это не признаю. Видишь, насколько мы разные. Речь об этом и ведь шла. Если настоящая это фамилия, вот я его беру здесь, видите, все, одни мультики. Говорит, одни-одни мультики, поздравитель, у меня ни одной мультики нет, то есть, настолько мы разные. И вот это тоже о чем-то говорит. Вот сколько я проворачиваю, я не смотрел даже. Говорит, одни мультики, ни одной нет серьезной. И на кого обижаться, это не я выставлял. Владимир Марков добавил два видео. Ну, посмотрите у нас видео, 12 тысяч видео. Ну, вот добавил видео, все, то есть, побрякушки разные тут. Даже не могу понять, почему это так. Рождественская какая-то история, такие люди-то все. Ой, даже наша попала. Добавил видео. Обжорство заполонило. Попал, нашло. Вот видите. Вот это про зверьков. Про птичек, это у нас такое было. Жалко, что так вот в это дело не вникают. Это не церковь. А мы хорошие. Все хорошие. Все. И свидетели его хорошие. То есть, 27-го дня, но не церковь. Они хорошие, но не церковь. Вот, сбежавшие из ада. Фильм есть. А тут, говорит, в аду много хороших. Это от Майса. Вот так я больше не буду. Тут все одно и то же. А зачем показал? Ни зачем, я сам не знал, что тут есть. Показал. Показал. Вот это вы, друзья, сделал подарки. Друзей тут. Вот фото 1444 и видео 3000. Ну и видео-то все чужие, видимо. Нету. У нас-то все свои. Видео 3309. Ну-ка посмотрим, что тут у него. Ну а то же самое. Вот оно. Шарады, зебра. Я не знаю, как это. Взрослый мужчина. Ну, помоги, Господи. Спрашивал, я ответил. Я спрашивать у него ничего не буду. А что спрашивать? И так понятно. Анкета. Татарск, Новосибирская область. Последний день рождения. 48 лет образования. Ничего нет. Местоположения. Живу сейчас в России, Новосибирск, Татарск. Живу. Информации о пользователе. Ничего и нету. Ничего не знаю. Ни выражений, ничего нету. Сам о себе-то мог бы написать побольше. Ну, нет ничего. Нет. Поэтому дать ничего я тут не могу. Ну, а то у меня он зайдет, допустим, анкета. Что он узнает здесь? Пожалуйста. Возраст, женат, образование, карьера, Россия, местоположение, Алтайский край. И вот так. Информация. Какие гости. Какое лицо, рост, вес, глаза, анкета, проживание, режим дня. Люблю рано вставать, не курю, не употребляю. Взгляды православных христианин, русский. Там ничего не написано. Русский. Интересно. Общие интересы. Благовестие о Христе. Познакомить всех со Христом. Интересуюсь тем, что приводит ко Христу. Беру полезное от всех для спасения души. Развожу и держу голубей уже 65 лет. Ну, тут можно уже представить. Кумир. Исход 20. Так, 20 глава, 4, 6. Не делай себе кумира, никакого изображения того, что на небе вверху. Ну, и так дальше. Видите, не делай. Места писания о Христе. Ну, я просто в Барнаул. Люди спрашивают, и я отвечаю. Здесь там ничего этого нет. То есть разница у нас огромная. Огромная, огромная. Вот так. Вот. У меня форум есть, он мне не показал. Может быть, что-то тоже есть. 1600 тем. Православный видеоканал. 21 миллион просмотров. 12 тысяч роликов. 12 тысяч 100. И вот все. Что у нас тут? Доброта, любие. Видите, идет уже какой? 204 ролик доброта, любие. Иоанн Златоуст, 3 тома, их 12. Полностью Библия. Архипелаг, Гулаг. Григорий Ильиченко, 4 книги. Вот и дальше наша жизнь показана. Ни одного мультика нету. Я даже не понимаю, зачем они нужны. Вот. Есть один мультик такой. Принц Египта. Ну, там можно посмотреть. А это вот все наше. Вот, пожалуйста. Все разбито по разным плейлистам, по разным папкам. События дня 940-960. Вот можно узнать, чем мы живем. Тут ничего про него не могу я узнать. Ничего. Кроме вот эти коротенькие такие сбросы. Да, даже непонятно. Я ему писал, когда. Здесь сейчас еще раз вернусь. Нет. Я просто показать. Вот до этого я ему писал. Он вопросы задавал. Давайте посмотрим. Видите, как. Владимир Марков. Слышал я голос говорящий. Для кого? Вопросы задает. Вот я ему отвечаю. Первый. Блаженна Фефилак. На второй. Вот сколько? И дальше ответ еще дальше идет. Вот. Он задает. Вот я вопросы коротко отвечаю. Все. Не церковь, а секта. Не церковь. Но церковь не могла быть организована. Но не церковь. Все остальное никакого смысла уже не имеет. Спасение только в церкви. Не в церкви нет спасения. Церковь невеста. Ну, тут я так старался ответить, как. А уже. Считал книги. Считал книги. Как считал? Вот. Считал книги. Какие книги читал? Они для православных. А в сектанте их считать не будет. Вот. Считаю только сектантские. Ну, ясно дело-то. А я сектантские считаю. У меня целая библиотека и баптистских книг, и адвентистских, и свидетелей Иегова, и Коран. А я не читал. Они не будут читать. Ну, и это их выбор. Ну, все книги вы не можете у меня просчитать. Тридцать три тома только открытым оком. Трехтомник. Толкование, Новый Завет. Ну, разница у нас катастрофическая, большая. Считал книги. Ну, посмотрел так, прористал, может быть, читал. А если бы читал, ну, просчитай только второй том один. На все вопросы, которые задавал, там ответ. Значит, не считал. Задавать зачем вопрос, который уже был отвечен. Владимир, если вы действительно тот есть, за кого тут пишете, то мне не открыто ничего о вас, кроме вами написанного о себе. Пожалуйста, смотрите. Каждый том у меня 752 страницы. Это же не два. Часа считать надо будет. Так это мои книги. Мои. Ваши-то я ни одной не знаю. Не будут они считать, сектанты. Считают. Не будут. За всех отвечать не можете. Еще как считают. И обращаются, делаются православными. Как раз вот тут только что обращенное. И непрерывно пишут. У руководителей, пресвятера обращаются. Из баптистов у нас целые семьи пришли. Это берете на себя по незнанию так. Вот так. Их не будет. Терпежу не хватит. Терпежу. То есть они не читают. Песенки поют. Вот это да. Просчитаете тут, что здесь. Пишет. Уважаемый Гнатий Тихонович, спасибо за подробный ответ. За потраченное время. За быстроту. Вот за сколько. Вот это. За резкие слова, неподобающие. Учитывая ваш возраст и вашу жизнь. Отданную для Господа. Считаю ваше письмо и перехожу к мысли, что вы блефуете. А всякий блеф, пусть вроде бы с благими целями, это лукавство грехов. Заранее уже блефуете. Вопрос задал, если не по нему. Значит, это чисто сектантское скудоумие, так скажем. Считать не могут. Стоять не могут. Я у Бабтистов отсидел тысячи часов в собраниях. Тысячи. А они ни одного часа. Ну, что спрашивать. Зайдут на богослужение, если. Ну, пойдемте, я говорю, послушайте. У нас проповедник хороший в храме проповедует. Послушайте. Андрея Ткачевого. Владимира Головина. Ну, называть буду даже где-то. Осипова православных. Сколько у него есть. Олега Стеняева. Ну, это же не один, не два человека. Патриарх какие слова говорит. Какие проповеди говорит. Алфеев. Тихон Шевкунов. Митрополит теперь. Никого не видят, никого не знают. Так там знание, полное знание. А здесь ничего нет. Так, все поверхностно, мультики. Зачем же так это? Кое сектант считать не будет. Терпежу не хватит. А для православных. Это, на моих книгах, глоток чистой воды, как прозрение. Не зря же такое название. Человеку слепому, как котенок, тыкающимся в разные спасительные углы, бродящего между столпами. Храм, священник, исповедь, причастие, соборование, величание. И так и остающимся рабом греха. Рабом греха, видите как. Что ходит человек, читает, причащается. Раб греха. То есть, такое сектантское высокоумие. Высокоумие, которым прикрывает скудаумие. Не знает ничего. Златоус это прочитай. Златоус тоже это не то, это углы. Прочитай, что такое причастие. Там-то только вино берут и хлеб. А здесь таинство. Здесь в крещении грехи прощаются. У сектантов-то нет, это просто имитирует и все. Ваша книга открывает Слово Божие, мир, Библия. Единственное, что дает свет, радость, мир, свободу, покой. Ну и так дальше я показал, что да благословит его Господь Владимира Маркова. Да, еще терпежу не хватит. Второй том открытым оком. Прочитайте, пусть хватит терпежу. И уже по-другому будете говорить. Я показал первое, второе, третье. Вот здесь. Сейчас я покажу еще. Вот видите, сегодня только что открыл. А послушание детей. Блин, как зашли люди. Сегодня я поставил. Пять, восемь, девять роликов сегодня поставил. И все большие. Тут 24 минуты по 14, 23, 31, 42 минуты, 34. Вот посчитай. Добротолюбие, всех святых отцов. У вас я еще нигде не могу этого найти. Не знаю, есть или нет. То есть у нас просто мнение. Ну, не с чем сравнить. Почему? Да это не мое. Это благодать Божия. Лабротолюбие. Яна Златоуста поставил. Житя святых. 1173 биографии. Все по боку. Видите, какое надмение у сектантов у них. Я спасен. Главное, я спасен. Павел, говорит, спасены в надежде. Видите. Как это все-таки воспитание такое. Ну, и во свете Библии. Православный библейский сайт. Богуслава.